КОСМИЧЕСКИЕ РЕЙНЖЕР И НАСЛЕДИЕ Взаимодействие с командой Космических Рейнджеров Где и когда можно получить отличный космический корабль И немного о противоракетной обороне Начнем, собственно, с улучшения нашего оборудования Итак, заходим в раздел улучшений, микромодули Смотрим, какие варианты у нас есть улучшений Так, электронный резак, как вы видите, не улучшен Модулей пока никаких нет, потому как раз опираты Никакие микромодули на эту расу не становятся Раса-доминаторы становятся любые микромодули для любых рас Собственно, ракетное оборудование, вот у нас, да, есть 18-28 плюс 45 к урону от ракетного оружия То есть максимальный коэффициент Вот микромодуль сжения первой степени Как вы видите, написано, совместим с гаальским типом вооружения Но у нас доминаторы То есть доминаторы уникальный реципиент, так сказать Собственно, вот у меня такие апгрейды уже проведены Плюс 35 ущерба Дальности, да? Так, здесь у нас плюс 20 Так как энергетическое оружие тоже максимальный коэффициент Но это еще давно улучшал Плюс 7 То есть в чем заключается особенность этого улучшения? То есть сначала мы вставляем микромодуль А затем уже проводим улучшение самого оборудования И поскольку надбавка происходит в процентном соотношении То мы получим, допустим, не 10 единиц А сразу 30 единиц после первого улучшения Вот такой вот маленький секрет Наши все-таки корабли тут есть всякие разные Я вот себе только вот выбрал Доминаторский такой корабль Отлично все Зачетнейший корабль Но есть небольшая проблемка В чем же заключается вся соль Такого доминаторского корабля Как вы уже, наверное, догадались Это маскировка То есть вот справа, получается, под кнопкой команд Да, вот здесь вот крестик стоит То есть можно отключить маскировку Когда мы включаем маскировку То есть у нас, получается, защита идет от доминаторов Но, к примеру, общение с мирным населением Ну, в частности, с рейнджерами Допустим, возьмем такого рейнджера, да, Улерик Выйти на связь То есть получается, мы не можем вступить с ним в диалог То есть он выдает какую-то фразу Каждый раз разную И диалога никакого у нас не получается Для того, чтобы взять ров команду Нужно отключить маскировку Маскировка отключена И уже тогда выходить на связь Иди ко мне в напарники И вот здесь, кстати, в напарники, когда нанимаем его, да Смотрите, есть вариант Уменьшить плату в два раза То есть мы уменьшаем плату И тогда наемник будет на нас работать пол, скажем так, сезона рабочего А если мы удваиваем, да То удваивается только сумма Но это, видимо, еще бах, такая недоработка Потому что, я помню, уменьшаешь плату И все равно оставалось то же время Пока еще дорабатывается игра Все, берем его на 36 месяцев Договорились Отлично Смотрим, что у него там за показатель Сканирование невозможно Потому что у меня сейчас сканера на корабле нет Вот моя команда Четыре чудика Вот, можно выйти сразу На связь там со всеми Будет поговорить Вот, к примеру Раз, нажимаем Нажимаем поговорить Вот, все за мной И тогда они попадут ко мне в мою систему И будут следовать за мной туда, куда я полечу Теперь, что касается покупки корабля То есть, где взять качественный корабль Чтобы удовлетворял все наши запросы Все корабли продаются на космических станциях В зависимости от типа космической станции Мы можем подобрать корабль То есть, к примеру, на станции рейнджеров Вот, давайте зайдем, посмотрим Продаются корпуса рейнджеров Рейнджер, рейнджер, рейнджер Так, допустим, на пиратской базе Будут продаваться корпуса пиратов На военные-военные рейнджеры И на торговых, на бизнес-центрах Будут продаваться лайнеры Различные Итак, в чем же прикол? То есть, основные корабли, насколько я понял Все-таки рейнджеры будут самые качественные Многие модули открыты Единственное, что у рейнджеров, как правило Страдает вооружение То есть, набор вооружения В основном идет Три открытых отсека Но при этом Много артефактов Открыто все оборудование и радар Так, тут есть, да? И хорошее сопротивление к урону Что же касается брони То есть, защита Справа получается информация Вот в информации Вот серия Салапакана Гальский рейнджерский корпус С большим трюмом и мощным оружейным отсеком Установка сканера невозможна Это про мой корабль Но при этом У него хорошее сопротивление 100, 95, 105 Защита слабенькая Причем технический уровень Смотрите, у меня первый То есть, как выбрать корабль В котором будет хороший грузовой отсек У меня сейчас 960 Грузовой отсек То есть, полная емкость Корабля 960 Значит, более емкие корабли Появляются со временем То есть, вот дата В правом верхнем углу Вот, в 26-й год уже То есть, появляется со временем Увеличивается технический уровень общий И появляются Более мощные, крутые корабли Причем, от технического уровня Самого корабля Это не зависит То есть, емкость Емкость Количество отсеков Вот, к примеру, смотрите У меня первый уровень, да Технический Вот И мой корабль, в принципе, лучше, чем вот этот Вот, который четвертого уровня Ну, или, к примеру, пятого Вот, единственное, что хуже Это защита То есть, у меня защита прокачана уже Всего четыре защиты Здесь же можно купить Корабли Вот, к примеру, шестой уровень, да Плюс два защиты То есть, шесть защиты у него изначально идет Плюс еще можно улучшить Вот так вот В принципе, защиту подогнать до 20 Это было бы очень-очень кстати У меня предыдущий корабль У меня была защита 18 Ну, практически никто не пробивал Вот, единственное, что там была емкость маленькая Поэтому пришлось его поменять Так, ну, теперь вы знаете, как подобрать правильный корабль Где его искать То есть, просто нужно прыгать Между станциями космическими И там выбирать Итак, что же касается противоракетной защиты нашей То есть, вопрос остается открытым Ну, то есть, до конца, скажем так Избавиться от всех ракет противника Так и не удается Собственно, здесь есть два варианта Первый вариант Это использование специального модуля Артефакта Который бы уничтожал все ракеты И вот второе оружие Хин Те Е Сон Собственно, в чем заключается особенность этого оружия То есть, оно бьет по радиусу энергетической То есть, такая вот взрывная волна И те, кто играл на компьютере в космические рейнджеры Знают, что подобное оружие уничтожает все ракеты Которые попадают в радиус этого поля То есть, собственно, вот я достал это оружие И хочу его испытать Вот, как вы видите, ракеты Некоторые из них вот сейчас взорвались Потому, как у меня стоит артефакт Который уничтожает до 5 ракет А вот сама волна не уничтожает ракеты Собственно, оружие это неэффективно Смысл его ставить против ракет отсутствует То есть, когда у вас 1-2 противника с ракетами В принципе, артефакт еще спасает А так, выхода пока никакого нет Так что, надеемся, что скоро эту проблему Все-таки как-то нам удастся решить Ну, а пока на этом все Вот, с вами был Алекс Про Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал А будут вопросы, пишите в комментариях Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok